В минувшие выходные суперсенсационная тема просто порвала в клочья информ пространства Екатеринбурга и окрестностей, затмив даже девяток яиц. Ужас-ужас! Не дожидаясь старого Нового года, с которым, кстати, всех поздравляем, субботним вечером из парка культуры имени отдыха Маяковского, он же центральный, был изгнан форменный Дед Мороз, бесплатно фоткавшийся с детьми. И вот они там стоят, трое из ларца одинаковых с лица, ждут, пока Дедушка Мороз уйдет. Здравствуй, внучек! С Новым годом тебя! С новым счастьем! На фальшиво-седую голову аниматора Сергея Сириенко, который в прикиде символа Нового года обзывал детишек внучеками и с особым цинизмом заставлял их в себя верить, обрушился целый ворох обвинений. По его словам, охрана заподозрила его в незаконном предпринимательстве, а именно в том, что на вверенной территории он брал деньги за то, чтобы с ним сфоткаться. Роман Шадрин, директор парка, подошел к вопросу шире, дословно. Возможно, он вообще был пьяным, может, он и деньги за съемку брал, однако снимать детей нельзя законодательно. Конец цитаты весьма-весьма спорный с юридической точки зрения, ибо ограничение, а вовсе не запрет, касается лишь дальнейшего показа детишек, а вовсе не съемки. Но здесь мы эту тему расправлять не собираемся. А вот пьянство свое дед отмел решительно, дескать, не пьет он вообще, в смысле алкоголя. Ну, боится, видимо, что подтает и развезет, шутка. Ну и приставание к прохожим тоже отрицнул. Мол, сами подходят, и отбою от них нет. Чего приставать-то еще? И денег, говорит, тоже не брал, альтруист ибо. А в конце концов охрана заявила, что вообще деда не выгоняла из парка. Дескать, с катка, да, было дело, попросили убраться, раз он без коньков. А за ворота ЦПК и он уже сам ушел. Обиделся, наверное. История с вызовом полиции успокоилась тем, что правоохранители посоветовали костюмированному гражданину пожаловать в отдел и там написать заявление, чего он пока не сделал, но, говорит, и не передумал пока. А еще он подумывает пожаловаться в мэрию на парковую администрацию, а ее глава тем временем приглашает обиженного Деда Мороза прийти к нему лично, в любом обличье и ситуацию обсудить за чайком, возможно охлажденным.